В 2018 году все городское сообщество отмечает 25-летие Московской городской думы. 24 октября 1993 года первый президент России издал указ, которым учредил этот орган, а также определил правила и порядок его формирования. 25 лет существует Московский городской парламент, единственный и единый орган в Москве, который принимает законы и обеспечивает представительство горожан при принятии важнейших решений в жизни города. Но на самом деле история представительных органов власти города Москвы гораздо древнее. Более 230 лет назад, в 1785 году императрица Екатерина II издала жалованную грамоту городам. И все города на территории Российской империи получили право формировать свои органы управления. И что очень важно, эти органы уже тогда были выборными. Поэтому начало демократии, начало выборности, начало представительства имеют на территории России и на территории Москвы очень древнюю историю. Давайте по этой истории немного пройдемся. Итак, 1786 год, 15 января, это первое заседание той думы, которая возникла еще в старые времена, тогда, когда на России существовало самодержавие. В том или ином виде городское самоуправление просуществовало до 1917 года, когда в стране произошла Великая Октябрьская социалистическая революция и дума, Московская городская дума в том ее старом образце прекратила свое существование. В городе возникли советы депутатов. На протяжении почти 80 лет они меняли свое название. Это был совет депутатов рабочих, совет депутатов трудящихся, последний этап совет народных депутатов или Моссовет. В разное историческое время представительство колебалось от 400 до полутора тысяч человек. И этот совет сосредотачивал в своих руках и законодательную, и исполнительную, и контрольную власть. И вот в новой России, в новом качестве, Московская городская дума была воссоздана в 1993 году. Почему такое название дума? Это дань исторической памяти, потому что мы считаем свою историю не только от советского периода, но и от того периода, когда в России власть осуществлялась императорами, царями, и Россия, Российская империя существовала достаточно давно. Итак, Московская городская дума. 25 лет. За эти 25 лет было 6 созывов. Что такое созыв? Это период времени, когда депутаты избираются и исполняют свои полномочия. От начала срока полномочий до истечения этого срока. Этот срок изначально был 4 года. Сейчас срок полномочий депутатов Московской городской думы 5 лет. В последнем созыве, 6 созыве, который был сформирован в 2014 году, 45 депутатов. Из этих 45 депутатов 18 работают на профессиональной основе. Это профессиональные парламентарии, а остальные депутаты совмещают свою депутатскую деятельность с профессиональной работой. То есть в составе депутатов есть практикующие адвокаты, врачи, педагоги, представители всех городских сословий, всех городских слоев. Для того, чтобы стать депутатом, надо отвечать небольшому количеству требований. Достигнуть возраста 21 год, иметь российское гражданство. Наличие иностранного гражданства является препятствием к избранию депутатов и не быть привлеченным к уголовной ответственности за тяжкие преступления. С 21 года человек может стать депутатом Московской городской думы. А право избирать, это активное избирательное право, возникает у гражданин Российской Федерации с 18 лет. И уже с 18 лет вы можете принимать участие в голосовании и определять, кто будет представлять ваши интересы в Московской городской думе. Итак, дума. Две важнейшие функции принятие законов и представительство интересов граждан. Конечно, власть заинтересована в том, чтобы как можно большее количество людей принимало участие в обсуждении городских проблем. Но собрать, как в древние времена, новгородское или псковское вече на любой самой большой площади в городе Москве и там кричать, а какой размер налогов вы хотели бы установить? Или как нам организовать движение транспорта в центре города? Это было бы неправильно и просто невозможно. Поэтому москвичи избирают своих представителей. Весь город поделен на 45 избирательных округов и там проходят выборы, чтобы наиболее достойный, наиболее интересный кандидат представлял интересы районов города Москвы в Московской городской думе. Московская городская дума принимает законы. Законы – это общеобязательные правила поведения, которые обеспечиваются принудительной силой государства. И законы принимаются по наиболее важным общественным проблемам, по наиболее важным общественным отношениям. Право – не единственный регулятор поведения человека в обществе. Вы знаете, что есть еще нормы морали, нормы религии, например. Но право – единственный механизм, за исполнением и соблюдением норм которого следит государство. То есть уклониться от исполнения норм законов невозможно. По крайней мере, в какой-то длительной перспективе. Потому что государство все равно, используя имеющиеся механизмы, правоохранительные органы, суды, добьется того, чтобы гражданин законы исполнял. Но вообще задача, чтобы гражданин исполнял законы не из-за страха наказания, а из-за того, что понимает, что эти законы разумны, и у него есть внутреннее убеждение и потребность эти законы исполнять. Качество законов, качество законодательства – это очень важная задача, стоящая перед депутатами. Какие вообще законы существуют в Российской Федерации? Весь законодательный массив делится на две части. Это федеральные законы, которые принимаются федеральным парламентом. Напомню, что федеральный парламент в России называется Федеральное Собрание. И он состоит из двух палат. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации – это Нижняя Палата. И Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – это Верхняя Палата. Но кроме этого, в каждом из субъектов Российской Федерации, а сколько их субъектов, я думаю, вы помните, после вхождения в состав России, Севастополя и Республики Крым таких субъектов 85, так вот в каждом субъекте есть свой парламент, который принимает законы субъекта Российской Федерации. И если федеральные законы действуют на территории всей страны, то законы субъекта действуют на территории данного конкретного субъекта. Иначе говоря, Московская городская дума принимает законы, которые действуют только на территории Москвы. Федеральные законы принимаются по наиболее важным проблемам, которые имеют значение для всей страны. Вопросы обороноспособности, вопросы внешней политики, вопросы эмиссии денежных средств и кредитной системы, вопросы установления прав граждан, уголовное законодательство, гражданское законодательство, это все прерогатива федерального законодателя. Региональный законодатель, надо еще иметь в виду, что региональный законодатель не является неким младшим братом по отношению к федеральному, но в соответствии с Конституцией региональный законодатель принимает законы по тем вопросам, которые отнесены к предмету ведения субъекта Российской Федерации. Так вот, региональный законодатель принимает вопросы по предметам совместного ведения. Это, например, административное законодательство. Есть кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации и есть кодекс об административных правонарушениях города Москвы. Вот если федеральный законодатель высказался по каким-то вопросам, но какие-то сферы остались неурегулированы, то по этим вопросам может приниматься закон города Москвы, административное законодательство, брачно-семейное законодательство, экологическое законодательство, защита прав и интересов граждан, установление региональных налогов – это то поле для деятельности, которое используют субъекты Российской Федерации и региональные парламенты. За время своего существования с 1993 года по сентябрь 2018 Московская Городская Дума приняла 1450 законов. Есть законы, которые действуют продолжительное время на протяжении всего этого периода. Ну скажем, вот те же нормы, устанавливающие административную ответственность, нормы, устанавливающие правила по защите окружающей среды, они действуют постоянно, будучи распринятыми. А есть такие законы, очень важные законы, которые ограничены по сроку действия. Например, бюджет города Москвы. Он принимается каждый год и определяет, на что тратятся деньги в столице, откуда эти деньги берутся, какие источники поступления денежных средств. Как раз сейчас мы обсуждаем бюджет города на 2019 год. Чтобы вы представляли, размер московского бюджета, он составляет 2 триллиона 300 миллиардов рублей. Только пять городов в мире имеют такие бюджеты. Это крупнейшие мегаполисы и Москва в том числе. И 51% расходов московского бюджета – это расходы на социальные нужды, помощь пенсионерам, помощь тем, кто нуждается в жилье, образовании и культуре. Кстати говоря, 15% расходов московского бюджета – это расходы на нужды образования. Поэтому московские школы, качество московского образования сейчас отвечает самым высоким мировым стандартам. Как принимаются законы? Есть круг лиц, которые наделены правом внесения законопроектов в Московскую городскую думу. Эти люди или группы лиц называются субъекты законодательной инициативы. Правом законодательной инициативы обладает мэр города Москвы, как высшее должностное лицо и глава исполнительной ветви власти. Правом законодательной инициативы обладают депутаты, как каждый в отдельности, так и группы депутатов. А надо иметь в виду, что в составе Московской городской думы депутаты объединены в комиссии. В Московской городской думе работает 18 комиссий. Это и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы государственного строительства, вопросы спорта и молодежи. Вот комиссии готовят законопроекты и вносят их в Московскую городскую думу. Кроме того, правом законодательной инициативы обладает прокурор города Москвы, председатель арбитражного и московского городского суда, уполномоченный по правам человека, Московская избирательная комиссия и группы граждан. Тоже есть определенная процедура, когда законопроект в Московскую городскую думу могут внести непосредственно граждане города Москвы. Кроме того, в Москве существует 146 муниципальных округов, и советы муниципальных депутатов каждого из этих округов могут также вносить законопроекты в Московскую городскую думу. После того, как законопроект поступает в Думу, проходит обсуждение в профильных комиссиях, то есть, если, скажем, этот вопрос посвящен вопросам спорта или делам молодежи, соответствующая комиссия по делам спорта и молодежи рассматривает законопроект, приглашает его автора, экспертов, всех заинтересованных лиц для того, чтобы они этот проект пообсуждали. Затем он выносится на пленарное заседание. Пленарное заседание – это заседание, в котором принимают участие все 45 депутатов Московской городской думы. Они представляют, как я уже говорил, все городские сообщества, они представляют сегодня три политические партии, и есть большая группа беспартийных депутатов, которые никакие политические партии не представляют, а представляют москвичей в целом. В ходе обсуждения законопроекта редактор его докладывает, выступают все заинтересованные депутаты, возможно, приглашение других лиц, которые компетентны по обсуждаемым вопросам. Докладчику задаются вопросы, и иногда обсуждение носит действительно острый принципиальный характер, и эмоции зашкаливают. Вы сами все можете это увидеть, потому что Московская городская дума имеет свой собственный сайт, и все трансляции заседаний обязательно идут в прямом эфире, а потом сохраняются в архиве этого сайта. Вы можете посмотреть, как обсуждаются вопросы, и какую позицию занимает каждый из депутатов. Очень важно, что, будучи избранным от населения, депутат является свободным, он свою политическую позицию выражает в соответствии с внутренними убеждениями. И влиять на позицию депутата нельзя, это прямо запрещено законом. То есть нельзя ему сказать, завтра ты должен голосовать таким-то и таким-то образом, а если ты этого не сделаешь, то тебя мы там за это, не знаю, уволим или привлечем к ответственности. Существует система гарантий прав депутата. Например, депутат, так же как любой гражданин Российской Федерации, может быть привлечен к уголовной ответственности, к административной ответственности. То есть у него нет какого-то иммунитета, но существует специальный порядок привлечения депутата к ответственности. Для чего существует особый порядок привлечения депутата к административной и к уголовной ответственности? Это делается для того, чтобы прокурор или судьи проверили, не является ли сам факт привлечения к ответственности местью депутату, например, за его политическую позицию, за его работу в избирательном округе или, скажем, за его голосование при принятии того или иного законопроекта. При этом, если закон нарушен, то статус депутата не дает никаких исключений. Депутат точно так же может быть привлечен ко всем видам ответственности, установленным в Российской Федерации. Закон принимается в трех чтениях. То есть после первой стадии, о котором я вам уже говорил, когда докладывается законопроект, обсуждается, задаются вопросы, депутаты имеют право внести поправки в него. Депутаты запрашивают время для работы с поправками и законопроект уходит на второе чтение. Второе чтение это, собственно, и есть работа с поправками. Поправок всегда бывает достаточно много, особенно если обсуждается сложный законопроект, такой как бюджет города Москвы или, скажем, избирательное законодательство, гарантирующее честность и прозрачность в ходе выборов. При обсуждении законопроекта во втором чтении возможна ситуация, когда законопроект уходит и на третье чтение, то есть когда поправки подаются к уже предложенным поправкам, либо к тексту законопроекта, предложенного для второго чтения. И третье чтение является окончательным, после которого депутаты голосуют по законопроекту в целом и закон считается принятым. Для того, чтобы закон вступил в силу, необходимо, чтобы его подписал мэр. Мэр, кстати говоря, обладает правом ветта, то есть он может наложить запрет на уже принятый законопроект и вернуть его в городской парламент с тем, чтобы депутаты еще раз рассмотрели его. В этом случае мэр обязан мотивировать, что не устраивает его законопроекте и что в этом законопроекте должно быть изменено. Помимо принятия законов, очень важной функцией депутатов Московской городской думы и парламента является контроль за деятельностью исполнительной власти. Депутаты заслушивают ежегодный отчет мэра и отчет правительства города Москвы. И, кстати говоря, депутаты обладают правом выражать недоверие мэру в том случае, если имеются серьезные претензии к его работе. Помимо мэра, депутаты заслуживают отчеты и других органов исполнительной власти, как городского, так и федерального уровня. Например, ежегодно в Москве отчитывается и начальник главного управления МВД по городу Москве, докладывая о состоянии преступности в городе и о том, как полиция борется с преступностью, чтобы обеспечить право граждан и горожан на безопасную жизнь. Для того, чтобы реализовывать свои полномочия, депутаты имеют право обращаться с депутатскими запросами к должностным лицам. Они имеют право на первоочередной прием, то есть любой чиновник обязан безотлагательно встретиться с депутатом по той проблематике, которую депутат перед ним ставит. Но помимо прав у депутатов есть и серьезные обязанности. Депутаты обязаны декларировать свое имущество и доходы, и каждый год они подают декларацию, которая проверяется комиссией по противодействию коррупции. Более того, любые нарушения в этой сфере, скажем, осуществление любой деятельности, не связанной с депутатской за деньги, кроме педагогической, научной, преподавательской, влечет прекращение полномочия депутата. Это считается серьезным правонарушением и влечет, повторюсь, лишение статуса депутата. Для этого требуется решение суда. Очень важный вопрос, особенно для учеников старших классов московских школ, а могут ли они участвовать в политической и общественной жизни города? Ответ – да, могут. При Московской городской думе действует молодежная палата. Это молодежный парламент, который тоже формируется на выборных началах. И кроме того, молодежные палаты сейчас есть и на уровне административных округов города Москвы, и на уровне районов. То есть уже сегодня вы можете, в том числе через возможности, которые предоставляет интернет, узнать, как формируется молодежная палата вашего района, законтачить с теми ребятами, которые уже работают в этой палате и участвовать в тех проектах, которые молодежные палаты района или административного округа реализовывают. А по достижении 18 лет вы можете уже избираться в молодежный парламент, который работает при Московской городской думе. Кроме того, все политические партии, которые легально действуют на территории Российской Федерации, имеют свои молодежные организации. И они крайне заинтересованы в том, чтобы молодые ребята участвовали в их работе. Поэтому вы имеете возможность общаться с представителями всех политических структур, общественных организаций и участвовать в политической и общественной жизни города. При этом помнить о том, что существует законодательство, регулирующее и правила поведения при осуществлении массовых общественно-политических мероприятий и для участия в общественно-политической жизни. Повторюсь, двери открыты, мы вас ждем и вы можете в этой работе участвовать. Я имею примеры и собственной жизни. Вот такие лекции, выступления перед школьниками я веду достаточно давно и на регулярной основе. И я знаю муниципальных депутатов города Москвы, которые вот когда-то были моими учениками, увлеклись общественно-политической тематикой, подросли и стали муниципальными депутатами. Может быть, кстати говоря, имеет смысл сказать и о системе муниципальной власти в городе Москве. Муниципальные органы, это советы муниципальных депутатов в 146 муниципальных округах города Москвы. Это такая система, которая согласно Конституции не входит в систему органов госвласти Российской Федерации, а является системой местного самоуправления, когда граждане, горожане напрямую решают вопросы местного значения в своих районах. Такие советы муниципальных депутатов также формируются на выборных началах. Также эти депутаты местного уровня избирают сроком на 5 лет. И корпус таких депутатов значительный, их в Москве более полутора тысяч человек. Поэтому, если есть желание участвовать в политической жизни города, страны, вы всегда найдете для себя возможную сферу приложения сил. Это, повторюсь, и депутаты федерального уровня Государственной Думы, и Московский уровень, Московская городская дума, и полторы тысячи мандатов депутатов уровня районов. Поэтому, если вас интересует тематика парламентской деятельности, если вас интересует законотворческая деятельность, следите за сайтами Государственной Думы, Московской городской думы, за сайтами муниципальных округов. Вы увидите там много интересного и почерпнете для себя дополнительную информацию о том, как работает система народовластия, как работает система представительной власти в городе Москве и в Российской Федерации.